Владыку! 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 Завершилось очередное заседание Церковно-Епархиального суда. Имели суждение о поведении заштатного клирика Екатеринбургской епархии Схиегумена Сергия Романова. Постановили, первое, признать Схиегумена Сергия Романова Николая Васильевича виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, 28 и 39 правил святых апостолов, 4 и 8 правил 4 Вселенского Собора, 13 правила двукратного собора, 4 и 5 правил Антиохийского собора, 29 правила Карфагенского собора. Второе. В связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных выше священных канонов, извергнуть Схиегумена Сергия Романова Николая Васильевича из священного сана. Третье. Согласно пункту 4 ст. 47 положение о церковном суде Русской Православной Церкви Московского Патриархата, просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к Святейшему Патриарху Московскому Евсея Руси об утверждении решения об извержении из священного сана Схиегумена Сергия Романова Николая Васильевича. Это третье и последнее заседание, на которое мы надеялись, что отец Сергий сможет и захочет, самое главное, прийти, вступить в разговор, дать показания, объяснить свою позицию, что послужило бы, я думаю, более тщательному исследованию обстоятельств, касающихся его дела, но, к сожалению, вот это заседание третье было проигнорировано. Сегодня мы ожидаем следующего решения, это утверждение решения церковного суда Екатеринбургской епархии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, после чего это решение будет уже окончательным и будет подлежать исполнению. Подпись Патриарха навсегда закрывает отцу Сергию, путь в священный сан? Безусловно, после извержения сана и прекращения процесса церковного по этому вопросу, возвращение священного сана невозможно. У отца Сергия есть еще возможность для апелляции какой-то и как это будет? Безусловно, безусловно, есть апелляция, которая рассматривается уже всецерковным, общецерковным судом в городе Москве и такая апелляция возможна. Такое решение означает, что отец Сергий должен немедленно покинуть монастырь? Дело в том, что еще указом правящего архиерея отцу Сергию предписано не покидать без письменного благословения территорию Иоанна Богословского монастыря. Таким образом, все это время, находясь в стенах средневаревского монастыря, отец Сергий нарушает указ правящего архиерея, что в том числе и послужило поводом и предметом разбирательства и дальнейшего извержения его и священного сана. Что подтверждается апостольскими правилами, названными несколько минут назад отцом Николаем, а также правилами Вселенских соборов. Как вы надеетесь вернуть монастырь, потому что Сергий там сидит и, грубо говоря, уходить оттуда не желает? Я могу вам сказать, что, безусловно, в мирном и законном духе этот монастырь, безусловно, вернется под управление Екатеринбургской епархией и вернется в лоно матери Церкви, Русской Православной Церкви. Кажется, что отец Сергий, образно говоря, без боя не сдастся. Все об этом говорит. Мы надеемся на то, что все-таки здравый ум до конца не покинул отца Сергия. И все-таки еще раз напомню, что, как нам всегда казалось, что с помощью жертвователей народа православного строилась обитель Богу, в первую очередь, матери Церкви, а не для того, чтобы учредить там свою Церковь отцу Сергию. И об этом он говорил всегда. И в частности, есть письмо отца Сергия в управление делами Московской Патриархии от 2010 года. Я вам близко к тексту процитирую его слова, где он говорит, что послушание священно-начале он считает одной из главных задач своих, как духовника этой женской обители. Но сегодня, по факту, вы видите, что игумень монастыря находится вне его стен. И, конечно, священник, настоятель женского монастыря это оксюмарон. Совершенно недопустимая вещь. Если вдруг скигумен Сергий откажется исполнять решение суда и запрется в монастыре, возможно, даже с вооруженной экрана, возможно ли какой-то вариант, ну, в крайнем, конечно, случае силового захвата монастыря и ареста. Я бы не хотел вот даже гипотетически такие крайности обсуждать сегодня. Честно говоря, я не верю вот в такую перспективу мрачную. Это не решение. Нужен собор. Нужны миряне. Это самосуд. Четыре тысячи подписей собрано. Четыре тысячи. И такое отношение к нам, мирянам. Это не пять монастырей брали у него. Пойдем всероссийский ход крестный в Москву. Пойдем. Все пойдем крестным ходом. Вот на костылях пойдем. На коляске повезут сына. На коляске повезут сына. Почему он вообще не вышел так народу? Почему духовенство? Почему вы все репортеры? Потому что трусили в наши глаза. Пусть вы люди посмотрят в наши глаза. Эти духовенства сюда. Почему духовенство там не выходит? Мы строили эти храмы для чего? Понимаете? Мы монастырь не отдадим. Вы поняли? Мы идем в монастырь. Мы монастырь не отдадим. Никто не ступит туда сейчас. Вы поняли? Пусть они нас стреляют. Владыку! 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 Поедем в монастырь. Поехали. Нас предстоит будет сейчас. Пойдем пешком. Пусть вызывают Росбарфи и стреляют нас и детей. Пусть стреляют батюшек. Пусть мы без отца жить не сможем в этой жизни. Он для нас. Это жизнь. Понимаете? Жизнь. Мы не сможем без него жить. Если эти хладнокровные, одержимые, гордыней, вот эти чины, которые в деньгах утонули, и все равно наши сердца, наши души, да проклянем их всем народом. Поняли? Каким образом вы будете защищать страну? Мы будем стоять. Пусть стреляют нас. Поняли? Все. Мы не отдадим ни детей, ни сестер, ни батюшку. Этим двуличным людям. Этим двуличным людям.